во блин у нас вообще короче всем привет зима коллапсе все стоят никто проехать не может все занесло да все целое колеса на месте чё давайте ребята прогреваемся переезжаем вот сюда возьмем сейчас солярочки ли до солярочки сейчас придется на газпроме этим гавеным газпром заправляться все постирана все помыто и на этом хавеном газпроме попрем на загрузку с вами сначала зайдем сейчас че-то упало в чек заедем к ваньке отдадим ему надо книжку я брал книги читатель заводится такой мороз который все разложите покажу че я взял с собой масса а сейчас чувак уже подъедет чувак щас подъедет уже нам заправлять нас на масло что-то раскорячился ладно все заводимся потом включу короче вот так выглядит у нас наша заправка заливаем в один сначала полный бак а а потом заливаем 2 он сейчас пустой потому что вот эта трубочка и и хватает как раз на торта чтобы именно когда он работает медленно подача забиралась двух баков а именно если забрать один бак 200 литров то не хватит она очень медленно пересекает то есть это так на газпроме 0 сейчас еще включим прям погодка скажу вам такая зимняя еще в этом году не было такого рейса что прям у нас снегом завалило все чудо смотрел на навигатор сейчас до этого надо чехова как быстрее проехать по мкаду верит шлёпает на вера ему мало поедем по обычной нашей дорожки о чё все чисто все я постирал прям не знаю наверное попробуем сегодня с вами по бесплатке пойдем по бесплатке может быть даже до самого конца не знаю еще посмотрим позвонил я виталику с серёгой на сервис завтра ждут нас поставят нам новые краны тяги ну посмотрим короче все посмотрим как у нас все будет работать на двух подушках дело-то такое главное пробовать смотрел час сидел ставки полин ну прям вообще жесть конечно 40 кубов запрашивают машину 40 кубов вес что две тонны но то есть уже понятно что это будет но мазу 40 кубов это 5 тонник не газель 12 тысяч рублей пишу им ради интереса уже у меня была заявка ради интереса им запишу пишу 17 500 17 500 нифига отклоняют два раз им написал отклоняют думаю и прикиньте кто-то забрал как всегда ну блин даже не знаю надо новое слово какое-то не дармовозное придумывать сейчас блин заколебемся мы везде будем встречать эту дорожную технику вроде не скользко посыпано дороге у нас тут сыпят всегда а потом вот эту кашу начинают убирать ой-ей яй-ей ладно чуба перли все в порядке у нас опер ли за орехами блин я прям еду и радуюсь нифига реально так давно хотелось снега снега и по заснеженной дороге просто крутяк 107 это малое бетонное кольцо знаю москвы как я просто круто все беленькая типа у нас сегодня был самый сильный снегопад за что-то там то ли за зиму то ли за историю фиг знает люблю я вот всякие магниты пятерочки за ними едешь 75 и мне комфортно то есть на такой скорости нему не расхода масла нет ничего нет ни солярки а еще если тем более пустой 13 литров так что катим такой поток на объездной где в районе климовска объездная города подольск тоже тут у них видите новые районы они делают чтобы разгрузить подольск когда без но я грубо говоря но и ремонтировали тут по моему маленькая колейка была все приходилось через подольск ехать так сейчас можно все города большие классно делают объезды никак большие просто города под москвой везде можно объехать этот дорога вообще спасает она во-первых ты обижаешь львовский переезд который будет в плане дороги а 107 малое бетонное кольцо которое будет новое большое там еще пока нету моста и до постройки моста вот там очень большие пробки то есть поэтому приходится объезжать между м4 и м2 и что-то у нас м2 короче между галушкой и симферополька и проще вот здесь ездить чем по 107 там или уехать можно вообще в чехов в область но попроще и здесь уже я смотрю раньше мы в это время сейчас время 4 там че за хань фигасе 5 часов раньше в это время уже темень такая была по ходу денек то пошел на возрастание световой более-менее скользко невозможно я вот неправильно делаю прижался блин к газончику не дай бог затормозить мхм быть и затормозим надо бы побыстрее мы чуть-чуть припаздываем ну что пока заправлялись пока у нас там на заправочке коллега на фуре задел ящики газпрома которые пожаротушения и перекрыл весь газпром там такая пробка мы с вами получается по левой стороне у нас идет промзона города подольска мы уходим сейчас направо на симферопольское шоссе втором области в район чехова отсюда нам еще по моему километров 20 перить до склада пойдем загружаться надеюсь что мы не полные чтобы блин быстрее загрузиться чудо последние разы оттуда нас грузили полными мне даже не влазила так что продолжаем наше движение очень аккуратно ну что скользко молодец опоздал а опоздала ворота далее и сказали жди ничего не готова как всегда ладно потом надо будет отъехать набрать нашу водички ну водички хотя если такой снег будет то и нам вода не нужна не будет такой грязи круто смотрите просто крутяк все беленькая мягонько так ехать мне надо спину подел до ногу потяну нельзя так долго лежать дома буду короче не знаю что посоветуюсь дома надо бы наверно на второй круг короче надо ищет работать что-то вообще нет нехватка лютая на 29 ворот у нас поставили заходите регистрируетесь а вот они да да заходите регистрируетесь вам говорят ворота и вы как умные вася встаете на ворота блин хорошая вольво паровозе ничего не вижу правда куда еду где-то фура тут была подсветочка там наша горит блин да я вообще криво криво не попал фары выключаем ладно чё пойдем тупо резить так как кран у нас автоматически не работает нам надо поднять вручную набить давление подушки потому что сейчас начнут грузить чтобы она у нас ниже рампы ой ниже рампы ниже рампы сильно не упала подкачали давление он контейнер начинают грузить так защелкнули ворота на защелочку вот смотрите кстати разницы да на солярия газпром заливаешь мягко-мягко работает тихо-тихо вообще прям просто шепчет ну или руснефть ну вы поняли да короче любая хорошая солярка а залей сейчас вот эту по 36 по 38 такой тарахтелка тут будет сейчас станем покажу вам что взял с собой и так в коем-то веке мне дома собрали тут короче это хлеб были не знаю я люблю такой хлеб говорят что искусственный американ сэндвич этот мне нравится он мягонький сейчас батоны такие же делать короче уже нарезаны все четко чай тут значит у нас получается три вида чая плюс травяной там чай какие-то короче крутой чай четыре дольки лимона толстых где-то две ложки тут полтора литра две ложки меда три ложки сахара люблю сладкий чай с нового года я думаю бабок нет ни у кого но конфеты с нового года остались все конфеты которые не едят дети тут халва все что дети не едят все у меня ну как и не все там ящик у нас целый все собрали то есть нам надо заехать с вами купить сыр сырок и будет у нас счастье так сразу же сюда смотрим на этом складе нам понадобится жилетка света возвращающий жилет у них правила такие я вожу свое у меня есть два новых вот ну один из них вот во девайса я не чистый не вонючий не ну не пропахнутый солярой мне очень это устраивает пока короче сюда термосок все лежит а ясно и наверно так и поедет там наши запчасти лежат сумку сейчас надо сумки тут чудо а постирал и все-таки наволочку на подушку сумку мы сейчас закинем наверх потом смотрите чё я сделал я сделал чайок ой чайок напиток место red bull а вместо всякой фигни чтобы не покупать так как кризис работы нет надо сидеть смотрите тут вода лимон получается тут долек 4 5 лимона на полтора литра и мед и сахар залили это все сначала кипятком половинку потом она все остыло это я еще вчера делал потом холодным и в холодильник короче сладкая вода вместо почему red bull я думаю что он сладкий тут у нас остатки red bull а тут булочка какая-то если не заплеснивало то можно есть так воды все-таки мы наверно остановимся наберем а полная она набирать не хотя у меня там пятерка есть пустая мы сейчас пятерку что пустую сольем воды с собой мыть а может и не сольем это как вообще не критично чё у нас стекла остальное все чистое у нас ждем стоим ждем загрузку нам должны сейчас позвонить мы одеваем с вами жилетку и потёпали на склад грузимся и потом уже поедем переоденемся автономку не буду выключать автономка полностью заправлена еще хотел вам рассказать вот блин я реально дико чувствую вот эту качество этой солярки я беру там по 39 по 38 беру из на заправках по рации какие короче кпрф где короче что к соляру не беру но хорошая солярка он работает мягко и от него не воняет фишка в том то что я выхожу туда кран качать в куртке в чистой и у меня просто тупо я сажусь и от меня я чувствую как воняет я прям ненавижу когда в кабине воняет солярой просто у меня был первая машина там ford tellstar короче это mazda cronos праворульный ford в нем постоянно вонял это легковая была постоянно воняла солярой и я постоянно вонял это ну блин это прям приходишь домой стираешься приходит я после этого ненавижу дизельные машины вообще просто вот у меня какой-то бзик я не люблю дизельные машины но на грузовики только дизельные бензиновые которые их поможет и не так что качество солярки сына играть до расход у нее побольше но по 35 рублей сама то блин ролик вера получится здорово я не хочу там ничего этот тянуть так ставим паузу на тахографе все и типа мы этот отдыхаем на платке постараемся встретить с александром с нашим подписчиком посмотрим на чем он ездит попьем чай чай все с собой теперь всех могу поить так что блин вообще конечно в этот рейс собирались всем миром называется я очень не ожидал потратил все завтра нас ждут на источки поменяют нам краны по все расскажу покажу так что ждем я бы щучу не сделано источки но мне нету ни на запчасти надо сейчас наработать маленько хотя бы приезд 2 сделать 2 тогда будем с вами продолжать ремонт и всякие топливо у нас 200 получает нас полные баки то есть все хорошо там хватит этого до питера доехать 200 там там не 250 власть то что один выше кстати мы будем у сереги мы может попросим его пусть нам рассверлит и чуть 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 ниже его пусть тогда у нас наши все вот эти 250 литров объема будет так что это так ждем я пока хочу я хочу путевку надо выписать а кстати вот про путевки здесь на путевках ставят печать что ты загрузился в этой фирме так что не знаю кто писал что никто не обязан вот фирма крупнейшая крупнейший ритейл он ставит печати так что это так кстати друзья по поводу ставок вот видите контейнер да не буду показывать его номера вот он едет 17 по-моему тысяч им платят 17000 рублей да он повезет всего ну там буквально сколько кубов кубов 25 но это 17 тысяч рублей за фуру это их обратки это местные питерские перевозчики им надо вернуть контейнер вот у них ставка 17 тысяч рублей сюда он приехал образно за 50 ну насколько я знаю сколько им и вот чё это получается то есть на фуре у него круг получается 50 и 17 67 тысяч но не знаю соляры спалит блин на 20 или 30 тысяч колеса если шлепнет у него колесо одно стоит мне кажется дороговато так вопросы если фуру блин заиметь дело каждого короче залипли мы уже пересмех перед пересменка нас загрузить загрузили опять вкрив в кость короче залипли на загрузке тараданананан будем пробовать то что я тут наварганил чаек какой-то укусняцкий полезный чай хрена себе главное не разлить чай на травах жалко будет е-мое так это у нас бутер и которые не дает деланы еще с конфетами что-то нам надавали о аленка чай с аленкой так что сидим ждем теперь после пересменки время полчаса но это конторка такая она всегда тупо ездит ну и хер с ним у нас времени тащите по до часу надо приехать завтра соснут они блять до часу блять нихуя принято приеду единственное беда ешь на стошку собрался надо чтобы успеть так что еще в четверг поедем на стошку ну короче решим как спать захочу так лягу блин тут тахограф хотел поставить на сон ладно пьем чай пробуем что у нас там вообще наварганилось все хотел проверить теорию короче ну подождать я же всегда выезжаю в восемь с Чехова там с Подольска образно встаю на МКАДе в пробку бля по этой рации это вообще отдельная история короче все хочу проверить ну хотел проверить теорию если мне лечь спать и поехать часов в 10 то же самое что я 2 часа теряю в пробке просто поспать и что вы думаете теперь тут пробка из грузовиков просто МКАД встал не знаю почему но вот просто из грузовиков в левые все полосы едут а мы а мы стоим хотя время пол одиннадцатого нас дотянули до пол одиннадцати ну до десяти часов с этими документами потому что там клюшка одна доки были готовы еще до девяти так сейчас звоним ну так и вот вернемся пока по телефону потрясишь со всеми тут просто гонки гонки на грузовиках в пол одиннадцатого на МКАДе давненько я вообще как бы ну или поздно ночью проезжал что вообще никого нет а тут прям движуха такая пробки вроде такой нет но зато вот эти две полосы наши по которым мы ездим по которым нам разрешено ездить потому что еще камер довесили сейчас вообще свернешься на вот эту среднюю полосу на третью и все как бы на приходе штрафов езда езда быстрее бы вырваться уже бы да и мчать все спокойно в Петербург заниматься машинкой побудим посмотрим кстати сейчас как погода у нас по дороге будет здесь снег прошел пошел дождь как всегда сейчас дождь смоет весь белый снег и будет опять зеленая трава зимы как не было так и нет беру свои слова обратно по поводу нет пробки пробка есть на наружке вообще народ стоит вешается блин сейчас как вам показать просто наружка стоит колом все так прилипли а прилипли знаете почему потому что наши коммунальщики решили почистить дорогу в момент когда фуры как раз в 10 часов в МКАД открывается для фур и для грузовиков которые с высшей общей массой 12 тонн у которых нет пропуска все грузовики выезжают в 10 часов вечером ну и что вы думаете все выехали то есть все стоят отстаиваются до МКАДа к 10 все подтягиваются вон блин а стекло грязное там вереница по наружке он по той стороне такая же вереница как у нас только их короче и выехали коммунальщики перекрыли сколько намкали полос раз два три четыре пять должно быть по моему или четыре короче не суть все полосы они перекрыли знаете как они елочкой идут что алексарик сломался этот елочкой идут они то есть их не обогнать никак они идут один за одним так на расстоянии метра на всех полосах и все все фуры прилипли у кого-то я вот поэтому я говорю то есть тахографы надо для московского региона другие правила делать то есть например в Москве ребят ладно ездите там не четыре часа без проблем без остановки например чтобы у вас было шесть часов семь часов потому что бывает выйдешь из дома в пробку вот как я когда-то встал там что-то часов в пять я просто на одном месте на МКАДе простоял были делегации какие-то прилетали то есть здесь нужны другие чуть-чуть правила здесь не канает четыре часа блин это прям нечто вот мужики встали и прилипли и когда эти коммунальщики ну свернут с дороги чтобы а с другой стороны даже когда они свернут пробка уже собралась то есть со всех шоссе со всех областей сюда съезжаются фуры грузовики большие и как ты уже не крути сейчас даже коммунальщики уедут оно еще будет отдаваться как говорится отголосками эхом на пробке ну блин часа два точно как бы вообще это не до утра если кто-то где-то стукнется еще и это все будет так что мы вообще в прилипалове но настрой бодрый постоим сейчас немного за белорусом кто посмелее тот прет вон по третьему ряду кому штрафы не страшны все едут видите по третьему ряду потом как поприходят штрафы хотя может новенькие водители в фирмах там можно ехать тут можно ехать а так уже нельзя кто-то рассказывал как ну как же кто-то рассказывал кто-то прокатился по МКАДу там что-то на 70 тысяч тут же каждая камера вас будет шлепать тут и то тут не каждая камера как я понял я вот проверял тут надо попасть как как я понял что попасть надо на две подряд что ли ну что-то такое то есть разово когда ты обгоняешь вроде как можно но как я понимаю они не разово едут тут колонна такая уже в третьем ряду грузовиков ух ты ё-моё вот из-за таких оленей блин вообще ездить невозможно узнали тачку народ просто подрезает как едьте вы культурно да что такого ну постоим хотя я может на легковой так же бы ехал ё-моё что тут такого ничего страшного наверное все стоим пробки эх Виталя мандел мандел на всех что в третьем ряду еду ты сам выехал я короче на третий крокус крокус сити холл выехал на третий потому что где волоколамка у нас там сужение чуть не заглох чуть не не сдал выехал на третий да потому что невозможно ехать смотрите все ряды заняты фурами вот эти все ряды слева пытаются уйти на волоколамку направо тьфу вот и волоколамка хотя это есть по-моему волоколамское шоссе короче не суть беда бедовая пробка адовая приходится ехать по третьему ряду тут камера есть вот на том знаке но она не работает по-моему я сколько раз здесь ездил посередине так как здесь ремонт дороги где ремонт дороги короче знаки ну камеры не работают вообще их отключают плюс сужение миллиард они делают тут развязку такую нереально вон она висит уголок ее видно но нас она не видит мигалки где мигалки не за нами не это просто УВД ладно че прем как как можем как говорится пробираемся через пробки навигатор нас ведет вообще там не пойми как что по дворам химок мы этого не будем делать мы наверное доедем до ленинградочки видите почему я на третий выехал потому что правый сейчас вообще голом стоит хоть как-то так хоть проехать сэкономить малеха времени сейчас и так на ленинградке сейчас все мы кто работает в Москве поедет ну в сторону области там такая тоже пробка сейчас там отстоим короче блин ночью приедем только в Тверь вот такой дичайший поток идет я что-то даже не ожидал что в это время будет там вон конца и края ну колонии нет из большегрузов фуры да и просто грузовики газели тут все несутся прям я говорю 80 км в час едем стонечногорский район там что-то такое короче 107 проезжаем принято решение ехать не по бесплатке а по платке вот здесь идем на 58 км да потому что как всегда вы знаете моего терпения не хватает начинаешь обгонять кто-то начинает ускоряться вроде обгонишь вроде все пошло нормально начинаем все тормозить потому что вот кто-то пытается выехать наоборот на полосу то есть есть тоже свои нюансы дабы не мучить машину и себя поедем с вами блин как всегда на платочку сейчас выйдем через минут 50 мы в Твери там еще 50 такой 50-30 там будем звонить уже Александру встретимся с подписчиком будем пить чай чай с конфетами баранками поболтаем как у него сработать что он вообще возит короче такой длинный видосик но ничего страшного оба перекресток со 107 блин пока сейчас все раскачегарятся бежим встали короче как утырки перегородил всех там пойдем короче нашему подписчику чай пить взяли кружку с него кофе с нас конфеты пойдем посмотрим на чем ездят наши подписчики мерсик очередной со спалкой вижу со спалкой главное чтобы там мужик не проснулся на автовозе и нас тут не задавили вон он мерсик всем всем привет это Александр короче езди тоже ты сам с Питера да и мотаешь туда-сюда сколько рельсов два ты писал практически два и чё как вот как те ставка 17000 рублей мне пишет дармовоз я считаю для постоянки это вообще там 17 ну от 17 ну у меня вот я например могу ехать сейчас я еду за 18 обратно за 17500 то есть у меня получается практически то же самое ну то есть стандартная ца это у тебя расскажи сейчас в тачке холодно это у тебя какой год 121 так это вообще у нас 1 год блин ну ящик что с фургончика это типа фирменный немецкий а с той стороны да ну ворота у тебя родные как у меня были пока нормально не гнилые она у тебя низкая 220 то что у меня тура дет такой свет у тебя большой вот так у тебя нихрена рама где заканчивается будка была родная 5 метров короче ну да ну я не знаю меня вообще не напрягает сейчас у тебя 680 да бля вообще огонь ага бак ни хрена себе ну вот я который второй такой же повесил без датчика без крышки был короче я сразу у них приехал они давай пластиковый за 20 чуть-чуть этот у них стоил 7000 а это тоже типа какой-то похож на команда хотя значок мерседес мерседесовский он оригинальный даже датчик подошел по перевору работает нифига 330 литров рома сейчас повесил на отэгу вот все 350 да блин у тебя вот эти все целые я варил кабину как бы а варил сейчас расскажешь мне где варил я хочу за провариться ну не стану наверное зеркала у тебя это с китайцы да это на фотон похоже не бери почему не понравились у них угол когда ты паркуешь так панусы тебе кажется как будто будь погревает а они с подогревом они дешевые вообще слушай а вот это от эко пауэр да вот это стоит решетка это я новую покупал она вся в сборе короче идет да 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 она стоила тут значок еще надо ну тебе бамперочек родной стоит бампер тоже удел был пополам отлом этот сделанный да или ты новый не я сам его клеил короче блядс палочка от газели в смысле от газели от газели я сам покупал ну с ивеки но они одинаковые а у тебя там что изотерм что ли у тебя смотрю торчит это нет обычно фургон просто пришлось печку поставить а ты возишь что-то печенюшки вот эти все хотели а хотели да какой у тебя мотор обычный атмосферник а 366 я там перегородил этого ммм да они спать не хотели да я тоже надеюсь ну там телефон есть что есть я хотел оставить открытый чтоб сами отогнали хахаха да не разберутся ну да прикольно слушай от газели 450 бралова то есть 450 тысяч да ну так же вот мы брали его 490 он стоял 500 как бы ну хозяин говорил что передняя резина вся резина в круг ага а передняя оказалась мёртвая я говорю ну давай полтинник как бы еще от колес то есть ну ты поменял да на каму нет я сначала саму поставил там Мишлен стоит блянь у меня мажоры питерские мажоры на Мишлене видишь я ездил так я на авиток нашел 16 тысяч два новых баллона короче прикольно 215 что пойдем во внутрь холодно такой же коричневый да да у тебя в салончике да только резиночки еще эти а ну тоже такие уже порепанные нет резинки вообще новые от камаза стоят просто ааа просто их вообще русские как полка хоть должна выглядеть тут должна колонка быть у меня же тут колонок этих да тоже по наделам надеюсь прикольно да спишь ты наверху да нет нет тоже внизу спишь сейчас будем короче кофеёк пить надеюсь в фургончике сиденье двойное тоже ааа все видите фургончик спасибо вам я знаю что все видео они смотрят я приезжаю они все видео смотрят но они меня тоже там уже знают видите фургончик качает мерседес двойное сиденье чтобы спать ровно было да да слушаю в общем у тебя стояло одно так же как у меня да да это 24 марса стоит блин так непривычно тут сидеть и видеть такой же руль все то же самое только у тебя тахометр есть да да купил не работало ничего вообще по приборам только воздух работал вот и купил камазочке тахометр думал как у тебя поставить ааа потом он вообще пургу какую-то показывает там по своей жизни живет поставил потом переправил ну короче вот это где ты купил он был здесь а ну не работал не 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 ты его починил ну перепаял а короче то есть можно купить потому что фургончики продаются они половины не работают говорят пацаны ну они там дорого две с половиной тысячи они да каждый приборчик они берут по две с половиной тысячи ну так вот стукнуло бывает и нормально то есть бывает они мне тоже сказали две с половиной тысяч прибор и у меня панелька же вот эта она выпиленная и типа панелька пятьсот рублей здесь я механически поставил вот я хочу поставить но не хочу вот так я все-таки хочу у меня на фотоне вот тут выносные были ну с той стороны такие знаешь спортивные от легковушки пять метров шланга надо короче если ты шланг поставил а мне кто-то написал в комментариях а или к этому встретили где-то в Москве короче железный прям есть шланги металлические я купил короче камазовский он два с половиной метра с него концы взял я пошел нормально меня запрессовали ровно даже четыре с половиной метра чтоб по правой стороне здесь он по низу проходит то есть нормально и показывает да нормально то есть кнопка у меня стоит новый короче замок вообще а ну тоже плавно набирает то есть это нормально у меня родной плавно набирает то есть ну на прогретую на хвостых два а родной у тебя сразу зашкаливает да? он отключен вообще да он отключен вообще я покупал уже и датчики короче только родной более-менее работал так лучше ничего не тратить соляру в нашем деле экономия везде смотрю такая же труба у всех короче в марсах все одинаково у меня в ноги тоже куча вонючек у всех вообще на всех в марсах у меня автономка этот китайская стоит блин вообще могу посоветовать с алиэкспресс 8000 мне рома скидывал говорит смотри какая крутая штука вообще офигенно она как бы идет еще типа с климатом короче вот ты уставляешь температуру а где у нее датчик термо стоит вот здесь вот а в ней то есть как она в ней наберет 21 градус образно она она выключится 25 а где у тебя автономка стоит а также какой у меня у меня стоял планар который в кузове сейчас говно вообще мне заколебал а чё тебе глючит глючит у меня тьфу 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 я вот чищу его ну я чистил тоже и вот она у тебя сейчас и туда дует и сюда ну так же а сейчас чё не спишь там потому что жарко потому что мне зимой там короче сначала холодно потом жарко ты ее начинаешь притушить тебе становится холодно и потом чтобы нагреть так долго надо что-то типа того окно ой все замерзло а летом жарко в ней вот ночью летом хорошо в ней спать ну у меня машина всего семь месяцев короче ааа тебе надо коврик этот такой в леруа мерлен вот я беру ааа одноразовый не вижу там ну еще еще не орет ну там телефон есть я думаю позвонят этот коврик леруа мерлен беру он чуть-чуть влагу впитывает все и развиваюсь так же ботики ставлю места да не хватает ну да вот такая же фигня все влив навалено туши туши запел крутяк крутяк и чё ты сколько два раза да делаешь так ну когда как ну щас январь февраль понятно что туда раз бы съездить у тебя постоянка ну а это не диспетчеров работаю ааа ну в принципе почти постоянка да ну я вот тоже с одним диспетчером работаю и этот а мы одного и того же клиента возим ну я то рцшки в одном месте гружусь обычный рцшки ааа то есть разные бывают места выиграть все разные да бывает даже тула то есть нижний новгород бывает ну и сколько по весу грузит тебя ну начинает 800 сейчас вот три тонн кофе например нормально хоть не пять потому что пять я вообще нет туда всегда очень редко обратно бывает пять это блин у меня рессоры короче стоят сзади рессоры и бывший хозяин в Петрозаводске ему тоже как его кузнец короче сфур дел там рессоры такие мощные и то он ровно стоит он козлить по идее должен когда пустой да но ты еще у тебя пневма работает сидушка нет обычно у тебя не пневма мне показалось да хотел на фургончике но тоже цену блять согласен согласен ну-ка расскажи мне тахограф у тебя да стоит да поставил бушный короче я нашел а все сейчас вот документами все человек приехал то есть 30 что ли тысяч вышел ну а так новый 40 по моему или меньше я честно говоря не помню сначала ну у тебя сейчас все да ты же сказал и карты и путевой лист да да все единственное как всегда мы с режимом труда да ну в нашем деле режим труда и отдыха невозможно соблюсти продувалочка у тебя да ну говно блин сечет это пистолеты а блин не знаю я не понимаю у меня видать пока фуры нет я не могу я ну я все вытираю влажной тряпкой я тоже вытираю но ведь все равно как всегда как я говорил рация это прям жесть весь на какую-нибудь чушь несут лобовик непривычно что целый ну я купил менял мне фургончик тоже предложил вот они меня покупают я заезжал он говорит что снимаешь видос давай мы тебя поменяем ну сейчас выключу скажу сколько стоит ну а так что все то же самое короче ну машина огонь могу сказать что там ну вот лучше маза я не знаю я громкие слова наверное но мне кажется самое что сейчас машина нужна это только вот по такой цене ну да вложение мало не в кредит да 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 купить за наличку и даже не будет работать ты можешь ее продать как бы и она всегда стоит на рынке да востребована если нормально не убитая согласен ладно самое главное расходы у тебя тоже мало жрет 14-15 вот и никто не верит что они так могут жрать могут ребята если 300 литров туда обратно хватает 300 литров я засек в москве заправился в подольске 300 приехал а нет 220 в подольске 80 литров я долил уже в питере все я приехал до дома прям вернулся то есть хватило мне так что эксперимент в прошлом рейсе проведен все нормально ладно что будем мы короче пить чаек все попили мы значит кофейку с конфетками поболтали конечно сами знаете встречи двух перевозчиков это такое событие которое ну можно болтать бесконечно я понимаю просто что надо ехать все пожелали счастливого пути вы представляете мы этого мерседеса смотрели когда выбирали вот этого белого как смотрели фотографии уже хотели за ним ехать это просто саша его сделал уже подвосстановил так что его не узнать поэтому мы его смотрели был он конечно не в таком состоянии молодец он хорошо сделал М10 наша на которую мы сейчас выйдем и как говорится попрем да молодец саша тоже работает тут и сюда ездит два раза раз два раза в неделю но работает с отсрочками но как бы там и ставки поболтали побольше поделились опытом каким-то в общем на связи на связи все владельцы мерседесов ладно мы поехали дальше потом включимся